Добрый вечер, дамы и господа! Поговорим сегодня о гомункулах. Тема модная, уже даже в тираж вышедшая, но тем не менее я решил о ней пару слов сказать, потому что посмотрел всяческие видосы на эту тему. Ну да, это уже мемчик, что об этом говорить, но я добавлю свои три копейки, как говорится, к этой теме. И меня поразило во всех тех видосах, которые я посмотрел на эту тему, важная вещь, что ни один человек на самом деле не использовал точные ингредиенты в получении гомункула. Я не говорю сейчас о том, что таким образом вы непременно гомункула получите, но если уж что-то делать, если уж есть какой-то рецепт, про который там говорят всяческие алхимики, то надо бы как-то его доводить до конца. А именно, в пресловутом ролике, с которого всё началось, уважаемый персонаж, так сказать, такой фейкер-мейкер, он при помощи шприца закачивает свою сперму или что-то белое, соответственно, это вот яйцо там, и что-то, так сказать, из него вытаскивает. Это всё понятно. Но, а где же кровь? Где же кровь, которая необходима в таких случаях? То есть сперму мы видим, яйцо мы видим, выдерживал ли он его 40 дней, мы не знаем, как бы потому что, скорее всего, это естественно, то есть не скорее всего, это на 100% точно фейк. Можно ли из фертилизированного яйца что-то получить вообще, по идее? Почему вообще эта тема меня заинтересовала? Да, она такая глупая, абсурдная, какой там ещё гомункул? Хотя, соответственно, лет, может быть, в 14-15, читая всякие книжки по алхимии, эта тема меня не могла не заинтересовать, получение новой жизни. Вот есть как будто бы рецепт, хотя на самом деле настоящий рецепт, естественно, утерян, и всё такое прочее. Но, 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 кто из людей, увлекающихся алхимией, такого не делал? Да делали все, конечно же. Был и роман на эту тему, одной современной художницы, в котором роман печатался в 80-е годы в журнале «Юность». Ох, я уже даже не помню, как он назывался. Ну, в общем, что-то с чёрной курицей связано. Не могу вспомнить точно. В общем, художница – это довольно человек неприятный. Хотя тогда, когда прочёл я этот роман, я очень сильно впечатлился. Для того времени он был действительно совершенно неожиданным. И, то ли под влиянием всего сразу, то есть мы начали с приятелем экспериментировать на эту тему. Конечно же, в этом случае важно... Да, ещё была Лепешинская. Была Лепешинская, такой таинственный персонаж сталинской эпохи, ученица Лысенко, которая занималась вплотную к кристаллизацией живой клетки, если быть точным. И, значит, соответственно, ну, много чем она занималась. И, в частности, она занималась яйцами, впрыскиванием в яйца всяких субстанций, размалыванием этих яиц, опять же, фертилизированных, на разной стадии, вызревания и так далее, и так далее, в инкубаторах, под микроскопом, со всякими делами. То есть тема эта была когда-то очень востребованная, очень модная, но так же, как и среди алхимиков. Понятно, что мемчик в Ютьюбе никакого отношения к этому не имеет. Хотя для меня он ценен тем, что это, по сути, такой народный био-арт. Вы, наверное, знаете, кто-то из вас знает, кто-то не знает, что есть такое понятие био-арт, то есть био-искусство – это подразделение современного искусства, в котором художник что-то делает с живой материей, как-то ее изменяет, трансформирует, облучает, например, клетки там, добавляет какие-то катализаторы, стреляет из джин-гана по этим самым клеткам, выбивая что-то и так далее, и так далее, внедряя какие-то посторонние элементы для того, чтобы получить какой-то мутант, гибрид на выходе и так далее. У меня есть несколько таких приятелей, которые этим всерьез занимаются. В Австралии, в Америке. Ну, в Америке это мой близкий друг Адам Зарецкий. И вот он как раз занимался долгое время этими фертилизированными яйцами и впрыскиванием в них всевозможных субстанций. Причем, вы будете смеяться, но это все та же сперма, кровь, выделения человеческие и так далее, для того, чтобы получить что-то. Естественно, Адам – это не человек из Ютьюба, в том смысле, я имею в виду этого блогера, который создал этот мем-фейк. Адам – человек, который довольно хорошо разбирается в биологии. Он доктор наук, не биологических, правда, но защитил свою диссертацию по теме биоарт как раз. И, соответственно, а биоарт – это вот такой стык науки и искусства. То есть это не просто, отнюдь не просто шизофренические действия. Хотя одно из подразделений того же биоарта является, так сказать, хок-арт или… То есть это такое фейк-подразделение. То есть среди такого хок встречался, например, объект знаменитый, может быть, вы даже о нём знаете, кактус, у которого вместо иголок человеческие волосы. Волосатый кактус такой, в общем. Ну и так далее. То есть я уже даже не помню, что ещё было на эту тему. Ну, в общем, много всяких таких штук, дрюк встречалось именно в этой области. Это, конечно, были фейки, они красиво выглядят. Их публиковали, по-моему, даже в журнале Nature со всякими, естественно, смешными комментариями публиковали, не знаю уж на 1 апреля или когда, а может быть, не только на 1 апреля. Ну, во всяком случае, наука, она нуждается довольно часто, она нуждается в сенсациях, она нуждается в таких фейках для того, чтобы привлекать внимание обывателя к каким-то серьёзным темам. А обывателю нужно чудо, обывателю нужен, в общем, красивая картинка или что-то такое, потому что, ну что учёный может предъявить? Он может предъявить скучные картинки из-под микроскопов, которых сам чёрт ногу сломит. То есть, на взгляд постороннего наблюдателя, не понимающего ничего в биологии, это будут унылые довольно-таки вещи, где часто ничего не движется, не скачет, не прыгает. Никаких таких вещей, которые, спектакулярных вещей там нет просто, да. И поэтому какие-то генные изменения, генные модификации, они также невизуальны и очень доступны для понимания только специалистам. Вот чем вот эта клетка отличается от той клетки, чем вот это модифицированное растение отличается от того модифицированного растения или животного. Ну, единственное, Эдуард Катт в своё время сделал светящегося флуоресцентного кролика. Это было визуально. Ну и там после этого пошла мода на такие генно-модифицированные организмы, особенности среди художников. Это были и светящиеся рыбы, и светящиеся медузы, и много чего, да. То есть какие-то растения светящиеся. Я сейчас немножко соврал о том, что это светящиеся медузы. Именно медузы, они в природе светятся и флуоресцируют, поэтому ген медузы как раз использовался для модификации животных и растений. Вот, чтобы быть точнее. Я уже просто всё забыл на самом деле. Ну, одним словом, Адам занимался такими, занимается такими вещами очень давно, очень долго. Даже был в своё время скандал из-за этих самых фертилизированных яиц, когда Боряна Росса делал свой кураторский проект в галерее ExitArt. Адам хотел эти яйца, то есть у него что-то вроде такого лотка, как инсталляция, которую он где-то ставит в людных местах, делает вот такие вот инъекции в эти яйца, и, соответственно, опрашивает людей, готовы ли они воспринять это, прежде всего, как генной модификации, что они думают о генной модификации, как относятся к генной модификации, считают ли они это искусством или не искусством, он предлагает самим людям воспользоваться шприцом и яйцом для того, чтобы сделать какой-то укол, то есть внести какую-то модификацию в это фертилизированное нечто. А что дальше за этим происходит? За этим происходит, как правило, ничего не происходит, то есть никакую гомунку, естественно, получить таким образом нельзя, но если уж человек совершенно не образованный в этом плане и который вдруг заинтересовался такой вещью, как модификация или выращивание чего-то там, то есть, по сути, этот фокус с гомункулом – это внедрение в головы пользователей мысли о том, что они в домашних условиях способны вырастить нечто, что как будто бы не требует никаких особых усилий, а взял шприц, взял сперму, воткнул, ввёл и чего-то якобы получил. Я уверен, что, наверное, такой лайфхак лет через 20 будет достигать действительно своих результатов, ну, не при помощи яйца, а при помощи каких-то других. То есть генная модификация и выращивание каких-то организмов в домашних условиях, оно станет нормой для каких-то интернет-фриков, для таких вот художников, оригиналов и так далее, и так далее. То есть химеростроение так называемое, то есть идея биоарта – это создание химеры. Химера – это составное существо, это там полукошка, полусобака, полугриб, полустрекоза и так далее, и так далее. То есть нечто, что в природе не встречается и сделано исключительно человеком. Мы уже знаем, что сконструированы примитивные организмы, я имею в виду простейшие, там, искусственные вирусы, искусственные бактерии в лабораториях, созданные с нуля. И вопрос времени в связи с этим получение действительно полноценного какого-то организма, ну, млекопитающего, условно говоря, визуально, да, интересного. Повторяю, что кролик давным-давно этот получен светящийся. Что в нём прикольного? Ну, а только то, что он светится, больше ничего. То есть вот это сочетание гена медузы и кроличьего гена, оно дало вот это вот свечение. Кстати, Эдуарда Кац в процессе создания этого организма загубил огромное количество животных. И это вот, на мой взгляд, не очень этично. Вообще биоарт – вещь такая неэтичная. Неэтичная достаточно, потому что ты воздействуешь, вмешиваешься в какие-то жизненные процессы. Довольно часто люди, которые этим занимаются, вмешиваются в это с единственной целью – получить визуальный результат и, соответственно, получить следующие гранты. И всё высказывание на эту тему. То есть, да, очень многие художники, они задаются вопросами этики, а этично ли вмешиваться в это. При этом они это делают. А потом они задают вопросы, а это было этично или неэтично. А вы как считаете, вот этично ли получить там такое-то существо у себя в квартире, под столом, на столе, в мусорном ведре? Что с ним потом делать? Оно живое или неживое? Какое оно, оно мыслит или не мыслит? Ну, мы знаем отношение людей даже к полноценным организмам. Я думаю, что там язык дельфинов или всяческие прочие там, или способности каких-нибудь слонов рисовать и так далее, они воспринимаются на уровне того же фрик-шоу. И чаще всего не заставляют человека больше уважать этих живых существ, а просто смотреть на них, как на какой-то странный феномен. Ну да, вот типа хороший дрессировщик так стегал кнутом слона, то что тот научился рисовать. Или эти сраные рыбы, они еще и разговаривают. Вот и все его, собственно, отношения. А вообще-то как бы 90% обывателей, глядя в дельфинарию, на резвящихся дельфинов, танцующих на хвостах, прежде всего задается одной простой мыслью, а они вкусные? А вот если разрезать этих замечательных существ на куски и зажарить, что это будет? Может быть, это довольно вкусное мясо? Я слышал, что это едят вообще-то, да, и во время войны там приготовляли из этих самых дельфинов прекрасные гамбургеры. И может быть... То есть созерцание таких существ вызывает исключительно гастрономический интерес. Да, они... Ну, мало кому придет в голову, глядя на своего кота, задуматься, А если его зажарить с картошечкой и с лучком, будет ли этот кот вкусным? Хотя при определенных обстоятельствах, скажем, при полном отсутствии полном отсутствии кормовой базы у владельца такого кота, ну, в случае, например, не знаю чего, да, какого-то стихийного бедствия, постапокалипсиса и так далее, наверное, этот кот будет восприниматься исключительно как лакомое блюдо. И никто не задумываясь, тут же его съест, потому что люди едят друг друга в таких ситуациях. Что ж там говорить про каких-то котов, собак или кого-то еще? Они на автомате будут жрать, конечно, своих домашних любимцев. В этом нет никаких сомнений. Несмотря на то, что эти любимцы, они дарили им счастливые часы, и они ласковые, пушистые, мурчащие и так далее. Но кто же как бы это вспомнит? Если мать ест своего ребенка или отец убивает мать и дитя для того, чтобы им продержаться еще там месяц где-нибудь в пещере. Мы знаем таких случаев миллион, так что кто вообще удивлен этому? Так вот этический вопрос, это существо, оно живое, оно мыслящее или какое-то еще? Что оно испытывает? Боль, страх? Как оно обучается? Все эти вопросы...